Добрый день! Мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей на православном портале Экзегет. И вот, в частности, такой вопрос нам предложен, основанный на изречении из первой книги Царств, 16 глава, 14 стих. Здесь говорится, от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Как может быть злой дух от Господа? Не думает читатель этой священной книги. Но надо понимать при чтении Священного Писания, что когда вы сейчас читаете библейский текст, то вы, в общем-то, конечно, имеете дело с языком и с образом изложений, которые достаточно далеко отстоят от современного. Ну, во-первых, так сказать, это перевод, совершенный на русский язык с славянского или греческого оригинала, в свою очередь, также являющегося переводом с древнего еврейского языка, на котором написаны эти ветхозаветные книги Священного Писания. И, безусловно, мы не можем требовать от этих книг, ну, той же точности богословских выражений, которые могли бы требовать от современных авторов. Где-то язык Священного Писания опускает какие-то детали и понятия, которые и так, в общем-то, очевидны слушателям. Зачастую это является просто той формой, в которой выражает себя язык того времени. И поэтому, когда читатель говорит, что на Саула, и Саула вот беспокоит и тревожит этот злой дух от Господа, то на самом деле ему было совершенно очевидно, что этот злой дух не имеет к Господу никакого отношения. Он беспокоит Саула по попущению Божию. Он не послан Господом. Он является Саулу в силу и по причине того, что сам Саул в своем сердце отступил от Господа, отступил от Бога. Мы знаем, что на то время, когда с Саулом произошла эта беда, этот некогда доблестный и такой вот как-то открытый в своем сердце Богу, первый царь Израиля, царь народа Божия, он, в общем-то, уже совершил немало грехов и отступления от Бога на тот момент. Он прогневал его тем, что не выполнял тех заповедей, тех повелений, которые Господь сообщал и давал ему через судью Самуила. Более того, пытаясь примириться, объясниться с Самуилом, он донес ему тяжкое оскорбление, разорвав его одежды, что по тем временам в отношении такого уважаемого человека, пророка Божия, конечно, являлось актом кощунства, можно сказать, даже по отношению и к самому Богу, который через пророка Самуила возвещал свою волю, отчего Самуила говорит, что больше ты не увидишь моего лица. И предрекает Саулу такое, в общем-то, как бы бедствие и в земной его жизни, и в вечной участи. И не случайно, естественно, в связи со всем этим, Саулу начинает чувствовать себя отверженным Богом, его начинает посещать тяжелое такое уныние, как сейчас бы сказали, депрессия, озлобление, он перестает контролировать себя, как ржавчина, помимо всего прочего, его разъедает, его душу еще и ревность, и зависть к юному Давиду, с тех пор, как этот юноша, простой пастух, всего лишь камнем, брошенным из пращи, побеждает великого филистимлянского воина Голиафа, и после этого весь народ приветствует его словами о том, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Слава Давида больше, чем слава Саула, это не дает покоя царю, это лишает его, все это вместе лишает его божественной благодати. Так что в своих припадках ненависти, тяжкого уныния, он вынужден приглашать Давида для того, чтобы тот играл ему на псалтире, и Бог вдохновенными своими словами смягчал вот этот его возмущенный дух и отгонял от него злобного нечистого духа, который мучил его именно по причине вот такого вот духовного расслабления, духовного падения, которому подвергся этот царь. И в своей ненависти Саул, как мы знаем, даже порою бросал в Давида копье, как бы, так сказать, в состоянии такого охватившего его внезапного безумия, поскольку сам Давид в значительной степени являлся причиной вот того тяжелого духовного состояния, в котором пребывал царь Саул, и которое с Давидом и было связано. Но возвращаясь к тому нечистому духу, который мучил Саула, а из всего этого очевидно, что причиной того, что его мучил нечистый дух, была именно его собственная жизнь, его собственная греховность, его собственные дела, деяния, поступки и то духовное состояние, в которое он пришел. Когда же Священное Писание говорит о том, что это был злой дух от Господа, то имеется в виду, здесь как бы пропущено, что ли, это слово, но оно присутствует по смыслу, попущенный, злой дух попущенный от Господа, попущенный именно не потому, что этого хочет Господь, а потому что это то естественное развитие личности царя Саула, которое к этому печальному итогу, к этому печальному состоянию его и привело. Вот об этой особенности изложения мыслей языком ветхозаветных писаний Библии нам необходимо помнить, когда мы обращаемся к этому чтению, для того, чтобы не впасть в какие-то ошибки, неправильное понимание этого богодухновенного текста. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.